На другой день больному стало хуже, решили пригласить духовника для причащения святых тайн. Тарасов находил такое решение преждевременным, но Вилье переубедил его, сказав, что, может быть, государь испугается и согласится на пиявок и на лекарства. Елизавета Алексеевна взяла на себя нелегкую миссию объявить об этом мужу. Я слышал, как она, садясь около него, сказала, «Раз вы отказываетесь от врачебных снадобий, я хочу предложить вам свое лекарство. Хотите узнать, какое?» «Говорите», – согласился он с неудовольствием. «Я советую», – мягко продолжала императрица, – «прибегнуть к врачеванию духовному. Оно всем страждущим приносит пользу и дает благоприятный оборот в тягчайших недугах». «Кто вам сказал, что я в таком положении, что необходимо это лекарство?» – спросил государь. «Вилье, Тарасов и Кастандис», – призналась она. Позвали всех троих. «Думаете, болезнь моя зашла так далеко?» – обратился к ним государь. Вилье и Тарасов испугались и стали выкручиваться, но Кастандис нашел в себе мужество открыть правду. Выслушав его, государь сказал же, «Благодарю вас, друг мой, прикажите, я готов». После исповеди и причащения он совершенно успокоился. Господь снял у него с души две мысли, особенно его терзавшие, что он повинен в смерти отца и что допустил в Морею армию Ибрагима Паши. Совесть перестала его мучить, исчез из страх смерти. Он больше не кричал на докторов, не метался, не жаловался, спокойно пил микстуру, дал поставить себе на затылок шпанскую мушку и только от пиявок отверг раз и навсегда. От дождей и близости моря воздух в доме был пропитан сыростью, печи с ней не справлялись, просто не меняли дважды день, но они быстро делались влажными. Государь ничего этого не замечал, как не замечал сна и ночи. Он все чаще погружался в беспамятство, наконец утратил речь и 19 ноября в 10 часов 52 минуты отошел в вечность. Елизавета Алексеевна, встав на колени, сама своим платком подвязала ему челюсть. Я отметил, что у нее даже не дрожали руки. Она почувствовала, как я на нее смотрю, и позже спросила, «Вас удивило мое спокойствие?» Я молчал, не смея подтвердить ее слова и не желая их опровергнуть. «Я спокойна, так как разлука наша будет недолгой. Скоро мне предстоит за ним последовать», – объяснила Елизавета Алексеевна. «Однако я остался при мнении, что ей не удалось ни простить мужа, ни полюбить его вновь. Одиночество всю жизнь было его уделом, но я и предположить не мог, что после смерти оно примет еще более ужасающие формы. Как Александр Великий в Вавилоне, государь оказался лишен того, в чем не отказывают даже последнему нищему. Второй месяц его непогребенное тело остается в Таганроге, в двух тысячах верст от столицы, и, боюсь, нескоро доберется до могилы. Ночами подмораживает, я лежу без сна, слушаю, как яблони в саду звенят на ветру обледенелыми ветвями. В комнатах холодно, печи топятся плохо, дрова сырые, дымоходы нечищены, даже в ветреную погоду тяга слабая. У половины печей неплотно задвигаются вьюшки, все тепло улетает в трубу. 1 декабря гроб с телом перевезли в здешний греческий Александровский монастырь. С тех пор прошло еще три недели, но распоряжения об отправке его в Петербург нет и неизвестно, когда оно поступит. После смерти государя прошло больше месяца, близится Рождество, зимний путь установился, однако за все это время ни один фельдъегерь не прибыл к нам из столицы. Судьба царских останков никого там не интересует. Новый Агамемнон, победитель Наполеона, величайший и счастливейший из монархов, лежит в нетопленной келье. Гроб открыт, видно его почерневшее от неумелого бальзамирования лицо. Мундир с опалетами смотрится на нем, как на балаганном эфиопском генерале. Орденские звезды кажутся вырезанными из цветной бумаги. Монахи в очередь читают над ним молитвы на своем языке, но их лица равнодушны, в голосах нет живого чувства. Продолжение следует...